Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коротко порассуждать на такую тему, как приобрести кота в мешке. Конечно же, в реальности кота в мешке никто никогда не приобретает. Но это выражение, оно в английском и в немецких языках употребляется, как приобрести поросенка в мешке. То есть, быть неожиданно расстроенным своим приобретением. Не оказалось того, что вы думали, качество товара оказалось хуже, и человек приходит, или семья, в расстроенное состояние от приобретения. Что интересно, рассуждая об этом выражении, ничего бесплатно человек не приобретает. За все необходимо заплатить, либо в духовном невидимом мире, либо в физическом мире, либо за человека платят его родители, государство, друзья, может быть. И в любом случае, даже сыр в мышеловке бесплатным не бывает. Его надо откуда взять. И поэтому все достается определенной ценой, то ли духовной, то ли физической. Но в любом случае, каждый человек, приобретая, совершает определенные ошибки. И когда человеком двигает любопытство, жадность, сребрелюбие, то все это оборачивается уроками, но не все из этих уроков делают выводы. В последнее время, все больше людей, обеспеченных, скажем так, состоятельных, по всему миру, приобретают новое направление развлечения, шапомания. То есть, человек без нужды ходит по магазинам, смотрит, что уценено, что может понравиться ему, и желает это приобрести. Очень часто оказывается кот в мешке. Только не кот, а именно сюрприз в виде некачественного товара. Или чаще всего, внимание, ненужного затем. Товар, который загромождает наше жилищное пространство, уменьшает наши духовные желания, цели, отягощает наше тело, наш разум и даже нашу душу. Потому что наша душа хочет быть свободной, хочет иметь в духовном мире интересные встречи. А наше тело обременяет нашу душу приобретением и желаниями. Желание – это духовная составляющая новых приобретений. И поэтому, рассуждая на эту тему, необходимо знать о том, что когда человек дешево приобретает квартиру, а затем оказывается, что в ней тяжело жить, либо из-за соседей, или из-за духовного состояния жилья, то он не понимает, а как это так, почему это так получается. Поэтому все хорошее, оно качественное, оно имеет свою цену. И, рассуждая о выражении кот в мешке, слава Богу, что коты еще раз не бывают в мешках, мы должны задаться себе вопросом. Делаем ли мы выводы и уроки из уже прошедших наших приобретений и покупок? Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.